В начале 2012 года британские ученые опубликовали сенсационный доклад, которым впервые назвали причину самых загадочных автомобильных, железнодорожных и авиакатастроф, произошедших за последние сто лет. Исследователи выяснили, что 80% аварий случились в тот момент, когда люди, управляющие самолетом или поездом, спали. Но как такое возможно? Ведь пилоты и машинисты проходят перед рейсом жесткий медицинский контроль. Более того, водители, выжившие после аварии, утверждали, что во время поездки не испытывали усталости и не помнят, чтобы их одолевало чувство сонливости. Но самое невероятное в том, что все они не помнят, как произошла катастрофа. Как будто их мозг отключился на доли секунд. Чем дольше мы бодрствуем, тем больше наша потребность во сне. Но мы не коты и кошки, мы не можем себе позволить, когда вот мы захотим уснуть. А мозг, он требует этого, и на короткое время он отключается. То есть вот эти эпизоды микросна, они действительно есть, и они опасны. Пытаясь найти объяснение этому загадочному факту, ученые выдвинули невероятную гипотезу. Машинисты, пилоты и водители действительно находились во власти сна, но необычного. Этот сон невозможно контролировать, он длится всего долю секунды, но и этого времени достаточно, чтобы произошло непоправительное. В 2003 году вблизи Уотерфолла в Австралии произошла железнодорожная катастрофа. Пассажирский поезд сошел с рельс, жертв удалось избежать. Разбираясь в причинах аварии, эксперты обнаружили один необычный факт. Помощник машиниста заявил, что все время следил за дорогой и не помнит, как случилась авария. Именно этот факт натолкнул экспертов на неожиданный вывод. В момент аварии помощник машиниста спал. Животные, они... Сон у них менее непрерывный. Они захотели уснуть, они уснули. Уснули, там что-то, восстановились, проснулись, бодрствуют. Мы этого делать не можем, но мозг, он это делает за нас, и вот эти вот периодические эпизоды засыпания, они существуют. Долгое время наука пыталась разгадать причину такого внезапного сна, и лишь недавно ученые нашли этому объяснение. Оказывается, в такие моменты человек погружается в микросон. Это кратковременное состояние, которое может длиться от доли секунды до 30 секунд. Такой сон нельзя контролировать, он может произойти в любое время, но самое страшное в том, что в этот момент человек может управлять автомобилем или находиться за штурвалом самолета, и тогда катастрофы не избежать. Ваша задача сейчас сосредоточиться на дороге, ехать строго по ее середине. Если машина будет сама уходить вправо или влево, вы должны подруливать, чтобы она возвращалась на центральную полосу. Проведя уникальные эксперименты, российские ученые выяснили, что с точки зрения водителя микросон выглядит следующим образом. Водитель управляет машиной и вдруг неожиданно осознает, что несколько секунд прошли незамеченными. Именно в эти пропущенные секунды человек находится в состоянии сна и не может себя контролировать. Ученые доказали, что человек проводит во сне треть своей жизни. Неужели сон – это пустая трата времени? Многие годы официальная наука считала, что наш сон не более чем потребность организма в отдыхе. Однако последние исследования доказывают, что сон – это нечто большее. Некоторые ученые убеждены, что сон – это параллельная жизнь, в которой мы способны путешествовать во времени, проходить сквозь стены и парить в просторах Вселенной. Но самой главной загадкой человечества всегда был и остается вопрос. Что рождает наш сон? Игра подсознания или сновидение приходит к нам из параллельных миров в тот момент, когда человек спит? Президент США Абрахам Линкольн уже несколько ночей подряд видел один и тот же сон. В одиночестве он бродит по Белому дому, как вдруг неожиданно слышит странный звук. В одном из кабинетов Линкольн видит гроб, в котором лежит человек, его лицо закрыто белой тканью. Вокруг стоят солдаты почетного караула. У одного из них Линкольн спросит, в Белом доме кто-то умер? И в ответ услышит. Погиб президент Соединенных Штатов. Он пал от пули убийцы. Через шесть недель вещий сон Абрахама Линкольна сбудется с пугающей точностью. Президента убьют в театре Форда. Он погибнет от пули. И иногда бывают сны такие, как видения. Иногда люди видят сны своего внутреннего состояния. Вы знаете, существуем я и моя тень. И у тени же есть тоже свои желания. И когда мы начинаем видеть, мы тоже можем видеть состояние внутреннее, тени, что она же хочет нам сказать. И оно тоже идет во сне. Эта информация идет во сне. Обычным людям. Вещи сны. Тысячи лет они имели власть над людьми. Долгое время наука отрицала их существование. И лишь недавно ученые доказали, что вещи сны действительно существуют. Исследователям удалось обнаружить десятки свидетельств тому, как сны кому-то помогают делать научные открытия, кому-то предсказывают несметные богатства, а кого-то спасают от неминуемой гибели. Сон – это один из вариантов бессознательного состояния. То отключены все входы, мы ничего не слышим. Считается, что мы не слышим. На самом деле мы не реагируем. На самом деле мозг полностью никогда не отключается. Потому что тогда бы прекратилось дыхание. Прекратилась бы сердечная деятельность. Без контроля мозга все это сразу встанет в одну секунду. Поэтому полностью мозг не отключается. Есть автоматизированные, которые ниже, не в коре, а гораздо ниже, в стволе мозга находится, системы, которые функционируют всегда. У них есть бесперебойное питание. Даже если что-то снаружи отключится, то эти системы работают постоянно. Это необходимо для нашего выживания. В июне 2012 года группа авторитетных немецких психологов проводила тренинги с людьми, которым удалось выжить в авиакатастрофах. В ходе исследования ученые заметили странную закономерность. Многие из выживших вспоминали, что накануне аварии видели необычный сон. Им являлись умершие родственники. Можно увидеть свою... Прошлую жизнь можно увидеть, но многие люди, они думают, что это не он. А можно увидеть, знаете, бессознательное состояние твоих прапрабабушек, прадедушек. Как они прожили, в какой горечи, как им было тяжело. Это по гинокоду передается состояние ваших близких людей. Оно тоже приходит во снах. Пытаясь найти объяснение этому загадочному факту, психологи применили к испытуемым гипноз. Результаты оказались невероятными. 90% под гипнозом вспомнили, что близкие предостерегали их во сне от опасности и давали советы, как избежать нависшей угрозы. В жизнь Татьяны Соловьевой сны несколько раз вмешивались совершенно мистическим образом. В тот день, 15 сентября 2008 года, Татьяна с сыном летели домой в Пермь. Обычным чартерным рейсом из Бангкока с пересадкой в московском аэропорту Шереметьево. Но изначально все пошло как-то не так. Вот так нам не понравилось. Но самое интересное, я даже не вспомнила, что мне буквально перед полетом в последнюю ночь приснился сон и в общем-то о сне было двое умерших. Мой муж и бабушка. Я немножко так смутилась, сон был очень быстрым. Я еще утром помню, Влада спросила, говорит, представляешь мне, а с ней приснился сон, и двое умерших, чему бы это? Он говорит, да не вспоминай ничего. И не говори мне, Никитин, не надо нам сейчас лететь, и вообще не думай об этом. И вообще мы больше даже не вспоминали об этом. В начале вылет в Бангкоке задержали, и прилетев в Москву, они поняли, что могут не успеть на следующий рейс. Девушка в кассе аэропорта посоветовала взять такси до Домодедова, откуда вылетал самолет в Пермь. Но вдруг Татьяне в голову само пришло решение, абсолютно ясное и безоговорочное. Сына Влада она остановила буквально за несколько секунд до того, как они сели в машину. Конечно же, Владу хотелось быстрее, быстрее домой. Давай, давай, поехали, а сейчас машину поймаю. Ну, совершенно непроизвольно, непонятно как, но я не захотела на машине, не знаю почему. На рейс они не успели. Как оказалось, к счастью, борт номер 821, на котором должны были лететь Татьяна с сыном, разбился на подлете к аэропорту Перми. Погибли все 88 человек, что были на борту. На следующий день я встала рано-рано утром и просто пошла в церковь, пришла самая первая, там даже служитель церкви-то еще не было, можно сказать, одна монашка была. И помню, что, ну, я встала перед иконами, не знаю, вот я встала на колени и стала молиться, просто благодарить за то, что мы остались живы, за то, что вот такое случилось. И когда я поговорила со священником, он сказал, что да, скорее всего, мой муж приснился, это был мой ангел-хранитель. На этом страшные необъяснимые совпадения не закончились. Позже Татьяна осознала, что дата злополучного полета странным образом совпала с двухлетней годовщиной автомобильной аварии, в которой погиб ее муж. Получилось так, что мы возвращались с ним с дачи два часа дня. Вот. И перед самой аварией я просто уснула. Не помню как, но вот задремала, уснула, и все, ничего не помню. А на встречу выскочил КАМАЗ и просто нашу машину, ну, протаранил, так скажем, назад со всего размаха. Да, муж погиб, я осталась жива. Татьяна уверена, она осталась жива благодаря тому, что вовремя заснула. Она не видела происходящего ужаса, не видела страшную смерть мужа, не дернулась, не попыталась группироваться и задержалась ровно в той позе на том месте, которое чудесным образом оказалось нетронутым. Сегодня Татьяна с удовольствием нянчит внука Диму, пытаясь уловить в нем такие любимые и близкие сердцу черты. Ее погибший муж непостижимым образом стал ее ангелом-хранителем и продолжает ее оберегать до сих пор. Но что же на этот счет думают ученые? Я в вещи сны верю. И именно вещи сны, которые, понимаете, ну я рассказывал такую историю в свое время. У меня, моя мать, она практически, я так думаю, что знала, что на береге есть четыре колеса, но никогда в этом не задумывалась. Вдруг она мне говорит, не медене смени шины, у меня были лысые шины. Ну, это был год где-то конец 70-х годов, когда вообще выхлопшие шины это у нас было нормально, потому что не было нормальной шины. Вот. Но я пошел и сменял шины. Через какие-то, по-моему, недели я пал в аварию. Если у меня шины были бы лысые, меня бы здесь не было. Все. Вот как это могло быть? Что такое вещи сны? Как возникают они в нашем сознании? И почему порой становятся единственным спасением для человека? Дать однозначные ответы на эти вопросы наука пока не готова. Но исследователи не сомневаются, людей, которые способны узнавать во сне будущее, больше, чем принято считать. Практически каждый человек хотя бы раз в жизни видел вещий сон. Существует три вида сна. Одни сны идут пророческие, другие идут от грязного сознания, третьи идут сны. Когда человек болеет, ему стучится его организм и говорит «почисти себя, почисти». И ему снится, что он там в грязной воде купается или он стирает белье, значит, подсознание говорит «почисти организм, почисти себя, почисти свою энергетику, очистись». Почти все современные сонники составлены из наблюдений, дошедших до нас еще с языческих времен. Уже тогда люди запоминали и записывали, какие события последуют за тем или иным сном. Наши предки считали, что посредством сна с человеком пытаются связаться высшие силы, донести информацию, от чего-то предупредить, на что-то направить. Толкованием снов занимались жрецы, представители тех самых высших сил на Земле. Толкования всегда записывались и через определенное время составили сонник, сборник толкований. Если человек увидел во сне пустую бочку, то это предупреждение о возможной краже. Белая кошка, нужно проявить осторожность в делах, вас могут обмануть. Грелка в постели к болезни, змея к духовному пробуждению. Зов во сне это серьезное предупреждение. Проснувшись, попытайтесь вспомнить, кто вас звал. Первый официально зафиксированный сонник появился во втором веке до нашей эры в Древней Греции. Пик популярности толкования снов достигли в 19-20 веках, но до сих пор многие истолкования снов переходят из древних сонников в современные. Это видео снято камерой внутреннего наблюдения, установленной в доме Ли Хадвинга Великобритании. В середине ночи мужчина появляется в комнате, подходит к мольберту и начинает рисовать. Казалось бы, в этом нет ничего необычного, у каждого свой распорядок жизни, однако этот человек настоящий уникум. Загадку его мозга исследовали многие авторитетные ученые Англии, ведь Ли Хадвинг рисует во сне. Это удивительно, но я не помню тот момент, когда встаю, но я точно знаю, что не просыпаюсь. Мне рассказывали, что обычно это происходит около двух часов ночи. Я встаю и с закрытыми глазами иду к мольберту. В основном я храню бумагу здесь, все готово и все принадлежности для рисования ручки, краски, карандаши, все, что мне может понадобиться, все здесь. Когда я рисую, иногда глаза совсем закрыты, а иногда я просто сижу с открытыми глазами и таращусь. Официальная наука называет таких людей сомнамбулами. В народе принято говорить лунатики. Почти каждую ночь они встают, ходят, могут перемещать мебель, одеваться, но на самом деле они спят. По официальным данным, только в России больше миллиона таких уникумов. Долгое время ученые искали причину того, почему именно во сне люди совершают странные поступки. И совсем недавно британские ученые выдвинули сенсационную гипотезу, которая может все объяснить. Они предполагают, что мозг лунатиков подвержен влиянию земного спутника. Исследователи считают, что Луна является мощным передатчиком, который регенерирует космическую энергию и передает ее на Землю. И мозг человека, страдающего лунатизмом, находится под влиянием земного спутника. А такие, как Ли Хадвик, словно антенны, улавливают потоки вселенской информации и по-своему передают людям. Ученые заметили, что чем ближе новолуния, тем активнее действуют лунатики. И только одно остается неизменным. Утром они вряд ли вспомнят о своих ночных приключениях. Ли Хадвингу повезло больше. После пробуждения он может увидеть труды своей ночной деятельности. Когда я просыпаюсь утром, я не помню, что делал ночью. Но как только я открываю глаза, я понимаю, что я что-то делал, потому что в голове изменяется процесс мышления. Это по-настоящему сложно объяснить. Я просто знаю, что я что-то делал, но я не помню, что именно я делал. Это примерно такое же ощущение, когда вы пили всю ночь, а утром думаете, боже, что же я творил прошлой ночью. Ли не стремится следовать советам врачей и не пробует на себе новейшие методы терапии, ведь если он излечится от лунатизма, значит, прервется та нить, которая связывает его со вселенной и благодаря которой он Ли Хадвинг уникальный феномен, необычный человек, который живет во сне, как наяву. и там ему намного интереснее. Люди обычно говорят, что это дар. Быть может, я не знаю, отчего это происходит со мной с четырех лет. Я помню себя такого, какой я есть. Это изменило мою жизнь, и, если честно, я счастлив и доволен своей жизнью. Несколько лет назад генетики предложили свою версию, которая может объяснить лунную зависимость. Исследуя геном человека, они обнаружили участок ДНК, который становится более активным в период полнолуния. Так появилась сенсационная гипотеза о том, что у человека существует неизвестный ранний лунный ген, который может передаваться по наследству. Ученые считают, что есть наследственная природа, но тут тоже двояко можно посмотреть. Учитывая, что лунатизм появляется, как правило, на фоне стрессов, каких-то психологических конфликтов, особенно в семье, то наследственную природу можно интерпретировать как передачи образа жизни, мыслей всей семьи. То есть характеры детей и родителей часто похожи. Может быть наследуется именно тип поведения. Но если сон это генетическая привычка, способная передаваться из поколения в поколение, тогда почему она проявляется не у всех? Почему одним доступна жизнь во сне, а другие лишены этой возможности? Здравствуйте, Марина. Здравствуйте. Вы попали в отделение медицины сна и сегодня мы будем разбираться в чем же ваши проблемы и как мы можем вам помочь. Что вас сейчас беспокоит? Бессонница. Уже долгие годы Марина мучается бессонницей. Заснуть ей удается всего на несколько часов. В отличие от многих людей, которые мечтают встретить рассвет, она мечтает его проспать хотя бы один раз в жизни. Вот когда проблемы наступают, ложишься, вообще невозможно заснуть. Встаешь и начинаешь ходить, все это обсуждать в голове, мысли, мысли, все это идет, идет, ну, все. Вот когда уже птички поют, после таблеточки уж как-то можно было задремиться. Вы можете сказать точное время, когда это произошло? Я работала сутки трое, где по договору работа без сна, постоянным напряжением. Максимум два-три часа можно было подремать. А после работ, когда я приходила, я могла вообще спать не ложиться. Последние открытия ученых говорят о том, что за работу наших биологических часов отвечает отдельная часть мозга, гипоталамус. Он управляет суточным ритмом нашего организма, обеспечивая бесперебойный цикл бодрствования сон. Мы засыпаем, когда накапливаем достаточно информации. Во время сна наш мозг обрабатывает опыт, который накоплен в течение дня, ту информацию, которая позволяет нам расти, развиваться и получать дальнейшие знания. Вот вы идете с собакой в лес. Она приходит домой, ложится и все. Спит, не просто лежит, отдыхает, а спит. Почему? Потому что для нее поход в лес это огромное количество новых запахов, новой информации. И она должна с ними как-то разобраться. Вот поэтому она засыпает уже. У нее перегрузка информации. Потом вы работаете или вы проводите весь день на пляже. В первом случае вы должны спать больше, а в другом случае на курорт не. Да, вообще просто 6 часов все хватает. Почему? Потому что меньше информации, меньше работы. Но почему этот механизм у некоторых людей отказывается работать. Специалисты из института сна занимаются этой проблемой уже много лет. Они разработали уникальный прибор, который помогает им найти формулу сна. Именно в ней, по мнению ученых, кроются все разгадки наших сновидений, ночных кошмаров и бессонницы. Более того, исследователи установили, что у каждого человека формула сна индивидуальная. Сейчас на ваших глазах исследователи попробуют зафиксировать формулу сна Марины. Для этого ей закрепляют специальные датчики, которые будут записывать электрические импульсы ее мозга во время сна, а также отслеживать дыхание. Жизненно важный для нас это медленный сон. То есть в первую половину ночи мы больше спим медленным сном. То есть это первая и вторая стадии легкого сна, потом третья и четвертая стадия медленного сна. Прибор выдал сомнологам рисунок сна Марины. Оказалось, что девушке не хватает глубокого сна, а ее проблемы с засыпанием связаны с тем, что она не может расслабиться и отложить все заботы насущные на день грядущий. Сон это состояние ну фактически нужное для отдыха организма от бодрствования для налаживания нашей биохимической фабрики, которая работает две-трети суток, ее надо восстановить эту биохимическую фабрику, чтобы в следующие сутки опять интенсивно и адекватно бодрствовать, работать, учиться. ученые ученые подсчитали, что 90% людей проводят во сне около 30 лет жизни, а на просмотр своих сновидений тратят 6 лет, а это ни много ни мало 50 тысяч часов. Более того, сны снятся абсолютно всем, правда, многие говорят, что никогда их не видят, но это не так. Мы просто забываем их к утру. При сновидениях активируется зрительная макарадная, естественно, там какие-то образы, эмоциональные области, но заторможенные вот в парадоксальную стадию сна при сновидении все области, которые связаны с моторными реакциями, чтобы наши сновидения, они не мешали сну, то есть если человек начнет двигаться, то это будет не сон, а нечто другое. Наш сон проходит несколько фаз. Сейчас мускулы спящего человека расслаблены, пульс замедлен, дыхание ровное, сновидений нет. Такой сон ученые называют медленным и длится он час-полтора. Но вот спящий, не просыпаясь, начинает ворочаться. Под его веками заметно движение глазных яблок, это быстрый сон. Длится он минут 20, и именно в этот момент к нам приходят сновидения. Потом снова наступит медленный сон, и снова быстрый. Мы не можем без сна. Доказано, что если человеку не давать спать более 10 суток, то он умрет. Сон нам дан для отдыха. Скорее всего, это для того, чтобы защитить нас от внешней среды, от стимулов, от стресса, чтобы не было накопления той избыточной информации, которая может вывести нас из строя. Несколько лет назад американские ученые, изучая мозг спящего человека, сделали удивительное открытие. Во время экспериментов они заметили, что в фазе быстрого сна, когда человек видит сновидение, немного активнее ведет себя левое полушарие мозга, которое отвечает за логические действия. его активность по мнению ученых может объяснить феномен, который сотни лет не дает им покоя. Как во сне наш мозг способен делать гениальные открытия, ведь истории известны десятки имен выдающихся ученых, которым озарение приходило, пока они спали. Однажды ночью студенту Копенгагенского университета Нильсу Бору приснился странный сон. Будто он находится на солнце, сияющем сгустке огнедышащего газа, а планеты со свистом проносятся мимо него. Они вращались вокруг солнца и были связаны с ним тонкими нитями. Неожиданно газ затвердел, солнце и планеты уменьшились, а Бор, по его собственному признанию, проснулся, как от толчка. Спустя несколько дней Нильс Бор представил миру модель атома, которую давно искал. Солнце из его сна было ничем иным, как неподвижным ядром, вокруг которого вращались планеты электроны. Всего один сон стал началом всей атомной физики, принеся Нильсу Бору Нобелевскую премию и мировое признание. Есть такая гипотеза, что сновидения, они отличаются от дневной нашей жизни, от наших мыслей, что наши дневные мысли, они больше связаны с решением непосредственных задач, то есть вот дневное бодрствующее сознание, оно занято только тем, что жизненно необходимое, оно не может себе позволить роскошь думать ну так ну обыденно. Дмитрий Менделеев тоже увидел недостающий элемент своей химической таблицы во сне. А чего стоит случай с писателем Ласло Биро, который всю жизнь был вынужден мучиться с перьевой ручкой и пачкаться чернилами. Однажды ночью Биро приснилось будто бы хулиганы мешают ему работать, нахально заглядывая с улицы прямо в кабинет. Рассердившись, писатель схватился за ружье и выстрелил в незваных гостей, но дуло оказалось забито какими-то шариками. Так и появилась шариковая ручка. Есть еще теория, которая говорит, что сон это отражение внутренней информации самого организма. То есть, допустим, если вам снится, что вас душат, вполне возможно, что у вас проблемы с дыханием во сне. То есть, отключаясь от внешних стимулов, мост переключается на то, что происходит с человеком внутри и тем самым выдает эту информацию через то, что он может объяснить. Но почему именно во сне человека посещают гениальные идеи? Пытаясь найти этому объяснение, ученые выдвинули сенсационную гипотезу о том, что наша Земля опоясана невидимыми волнами информации. В них, как в огромной вселенской базе данных, содержатся не только накопленные человеком знания, но и все наше прошлое, настоящее и будущее. И именно во сне, выйдя за грани сознания, человек может прочитать эту информацию, раскрыть неопознанные тайны, найти ответы на вопросы, которые волнуют человечество тысячи лет. И совсем недавно исследователям удалось найти подтверждение этой уникальной теории. Изучая традиции аборигенов Австралии, они неожиданно обнаружили, что на материке обитают целые племена, для которых сновидения являются главной формой жизни. Причем в состоянии сна находится в основном мужская часть племени. В обычный мир они возвращаются ненадолго, чтобы запастись провизией и потом снова погружаются в сон. Более того, даже умирать они предпочитают во сне. Аборигены Австралии, они об этом не просто знают, они живут в естественном состоянии в двух мирах. У них две официальные жизни, их религия называется Dreaming Time, время сновидений. И они официально проживают свою жизнь в бодрствовании и свою жизнь при выключенном теле, когда они спят. Для них это норма. У шаманов в Перу есть потусторонние миры, в которых они могут перевоплотиться в змею, в ястреба или в кого-то еще. Для них это нормально. Многие наши предки называли сон братом смерти. И не только из-за того, что поза во время сна напоминает умершего человека. Исследователям удалось найти свидетельство того, что в некоторых индийских племенах до сих пор сохранилась древняя традиция. Засыпая, каждый член племени мысленно прощается со всеми родственниками и готовит себя к переходу в мир предков. Ведь умереть во сне считается высшим лагом. Сны это путешествия сознания. Если сознание очень высокое, человек уснятся, цветные сны, и человек во сне путешествует. Он путешествует во сне. А раньше в древние времена были такие святые, когда и сейчас они существуют, ламаистские монахи, буддийские монахи, которые могут во сне путешествовать, переносить свое тело туда, где они бывают. Эти удивительные открытия еще раз подтверждают, что сон действительно параллельная жизнь, в которой человек получает возможность прикоснуться к знаниям. Днем нам постоянно что-то мешает. Суета, телефонные переговоры, большое количество дел. А ночью, уверены ученые, наш мозг освобождается от забот и способен воспринимать информацию. Так что, если вы хотите, как Менделеев, открыть новые химические элементы или изобрести машину времени, то озарение придет к вам во сне. Известна технология, как Дали рисовал свою картину. он засыпал, держал ложку и медный таз. Вот когда ложка упадала, он просыпался и рисовал свои снаедения. Но можно ли заказывать гениальное открытие, вмешиваясь в свой сон? Пытаясь найти ответ на этот вопрос, исследователи из Оксфорда провели уникальный эксперимент. Группу добровольцев они ввели в состояние гипноза. По мнению ученых, такое пограничное со сном состояние позволяет выявить феноменальные физические и интеллектуальные возможности человека. Результаты оказались поразительными. Под гипнозом люди начинали говорить на мертвых языках и с подробностью описывали места, которых больше не существует на карте мира. Но как такое возможно? Проведя ряд уникальных экспериментов, ученые пришли к выводу, что во сне человеку открывается портал, через который он может черпать информацию, например, из своих прошлых жизней. Более того, исследователи считают, что каждый из нас способен на гениальное открытие. Стоит только научиться управлять своим сном. на гениальное Допустим, президенту приносят отчет за события за день. Их нужно сжать на листочки. То есть очень выделить главное и это главное четко изложить. Вот это делает наше дневное сознание. Оно отбирает только то, что жизненно важно. А наше сознание во сне может себе позволить немножко почудить. То сопоставить. Реализовать наши несбывшиеся желания различные. Но как обрести власть над своим сновидением? Долгое время исследователи искали ответ на этот вопрос. И лишь недавно обнаружили уникальные буддийские источники, в которых описаны древние практики, помогающие человеку обрести свое тонкое тело. Считается, что обретя власть над ним, человек получит и власть над своими снами, сможет управлять собой не хуже, чем в период бодрствования. Невероятно, но именно это умение дает возможность йогам путешествовать во сне в иные миры или просто в другие страны. Это, по мнению исследователей, позволяет великим буддистам, таким как Далай-лама, контролировать свое перерождение, сохраняя осознанность во время смерти. Исследователь Павел Кочкин уже несколько лет проводит уникальные эксперименты со своими и чужими снами. Каждую ночь он практикует осознанное сновидение. Это значит, что в своем сне Павел не просто пассивно наблюдает за появляющимися образами, а старается их изменить. В момент, когда мы засыпаем, и ночью нам просто снится обычный сон, то мы из этого состояния, будучи просто спящими, способны себя во сне осознать и понять, надо же, мое тело сейчас спит, то, что я вижу вокруг себя сейчас, это сон, и я способен осознать себя во сне спящим. Исследователи уверены, научиться управлять своими сновидениями сложно, но вполне реально. Для этого понадобятся долгие месяцы тренировок и знания древних правил. Во-первых, записывать свои сны. Как показывают эксперименты, первые 15 минут после пробуждения мы все еще помним наши сны в подробностях. Во-вторых, научиться замечать необычные вещи. Если вдруг выработать в себе эту практику, регулярно задавать вопрос, кто я, где я и зачем я это делаю, мы нарабатываем себе навык сохранения осознанности и если он для нас является нормальным и регулярным, то однажды во сне, увидев странную девочку, висящую над забором, которая пьет почему-то морковный сок свежевыжатый с брусникой, мы задаем себе вопрос, почему же она интересно висит над забором? Вот, и после этого наработанная практика по сохранению осознанности, кто я, и вы вдруг увидите, что, например, ваши руки не ваши и они какие-то другие, или вы посмотрите на себя, а вы в теле другого человека, например, женщины, или там, не знаю, мужчины, но как-то выглядите иначе, как вы сюда попали, и вы не можете восстановить картинку, или она восстанавливается частично, а зачем я это делаю, и тут такое понимание, вот это да, на самом деле я сейчас во сне, я просто сплю, и у меня сейчас тело мое лежит на кровати, а я где, и мы понимаем, что я во сне, так можно наработать возможность попадания себя в осознанный сон, сейчас вы увидите уникальный эксперимент, мы попытаемся воссоздать сон, который можно контролировать, первое, что советуют специалисты, оказавшись в осознанном сновидении, сделать проверку, нужно найти где-нибудь поблизости надпись и попробовать прочитать ее несколько раз, в реальном мире надпись останется одной и той же, в зыбком мире осознанных сновидений надпись непременно изменится. Закрываем глаза потихонечку, и наша задача восстановить мир так, как если бы это был 8D-кинотеатр. Я закрываю глаза, и моя задача по всем органам чувств восстановить новый мир. Для этого что я делаю? Восстанавливаю зрение, картинку, я сначала наблюдаю какие-нибудь маленькие блики, я там что-нибудь за этим присматриваюсь, и потихонечку у меня появляется, появляется, я всматриваюсь, всматриваюсь, всматриваюсь в картинку. Дальше я, например, прислушиваюсь к звукам, далее я вкуса восстанавливаю, что я сейчас чувствую, какой вкус, далее я слушаю внимательно запах, что же сейчас, чем же пахнет. Я восстанавливаю запах, и потихонечку, потихонечку вслушиваюсь каждое из ощущений, при этом я подмечаю, эти картинки это сон, эти звуки Это я слышу, да, мое тело лежит, спит. И я делаю постоянно отметки о том, что на самом деле мое тело лежит и спит, а я это все восстанавливаю в своей голове. Это сон, это сон. Я начинаю видеть все больше картинок и говорю себе, это сон. Слышать все больше звуков и подмечаю, это сон, это сон, кто я, где я. Мое тело лежит, спит, сохраняя осознанность. Таким способом плавно, плавно, усиливая все органы чувств, я могу аккуратно, естественным образом попасть в это состояние, сохранив осознанность, не забыв о том, что мое тело лежит сейчас и спит. Исследователи убеждены, то, куда попадает человек в осознанных сновидениях, зависит прежде всего от самого человека. Можно нарисовать себе совершенно фантастическую реальность, где по улицам будут ходить динозавры, расти кактусы размером с пятиэтажный дом, а может быть, это будет совершенно неизвестная планета, пейзаж которой зависит только от вашего воображения. Не нужно недооценивать мощность подсознания. Оно зачастую выдает настолько реалистичные картины и детали с предсказанием будущего или восстановлением прошлого, что нам хватает уровня этой подсознательной мощности. Техники сновидения, которыми пользуются сегодня исследователи со всего мира, впервые были обнаружены в древнеиндийских летописях. Там описаны уникальные путешествия древних йогов, которые в совершенстве владели техникой управления сновидениями и могли устанавливать связь между физическим и духовным телом. Они сравнивали эту связь с тончайшей серебряной нитью. И самое важное, эту нить не оборвать, иначе душа не вернется в тело, а человек не проснется. Однако специалисты по астральным путешествиям уверяют, главный вопрос не как вернуться из другого мира, а как туда попасть. Нас постоянно выбрасывают назад в тело, нас постоянно назад возвращают из этого прекраснейшего состояния. Если нам кажется, что мы можем улететь и никогда не вернуться, ну попробуйте, например, заткнуть себе нос вот так и подождать хотя бы пару минут. Наше тело моментально возвращает нас к нашему естественному состоянию. У нас системы великолепные, которые не позволят нам никуда улететь. И вы гарантированно вернетесь, и проблема в обратном. Как удержаться там дольше? Как сделать так, чтобы вы там смогли находиться не одну минуту, а хотя бы три? Не 10 секунд, а хотя бы 30? Совсем недавно группа британских психологов проводила эксперименты с людьми, которые каждый день, несмотря на усталость, видят красочные сны. И без какой-либо тренировки могут их изменять. Эту удивительную способность ученые назвали врожденным чувством сна. Однако результаты исследований головного мозга добровольцев поставили ученых в тупик. Оказалось, что у многих людей во время сна активность клеток головного мозга резко возрастает, а к утру снижается почти до нуля. Пытаясь объяснить этот феномен, ученые выдвинули невероятную версию о том, что наши сны – это не что иное, как агония отмирающих клеток нашего мозга. Когда человек засыпает, в общем-то, все процессы меняются. В первую очередь отключаются внешние стимулы, то есть человек расслабляется, мышцы расслабляются, тонус их снижается, он может спокойно лежать, видеть сны. При этом активность мозга носит такой весьма странный характер, так бы сказать. Потому что в отличие от активности, при засыпании его активность снижается. Получается, что за каждый сон мы платим клетками головного мозга. Сегодня наука знает о снах многое, но это лишь верхушка загадочного айсберга. Порой нам кажется, что очень скоро наши сновидения перестанут быть для нас тайны. Стоит только поискать ключик, который спрятан в нас самих. В Талмуде сказано – неразгаданный сон подобен нераспечатанному письму. Быть может, сны – это действительно важные средства связи, идущие к нам от Вселенной. Существует много разных снов, три разных вида сна есть. Это цветные, обычные, и сны, как видения. Существует семь видов сна, которые человек спит в глубоком сне, но он не запоминает этот сон. Он спит неглубоко, дремлющий сон. И у него это работает подсознание, и идет то, что он захотел увидеть. И третий сон – это сон, даже во сне люди болеют, они прямо плохо одеты, они себя видят. Это его сон астрального мира, сон ментального мира, сон казуального мира. Девять снов, восемь снов существует, так же, как восемь тел человеческого организма, тонких тел. Вне зависимости от того, верите ли вы в пророческие сны, или в то, что, освободив подсознание во время сна, можно нащупать импульсы Вселенной, практикуете ли осознанное сновидение, или склоняетесь к научному объяснению сна, как отдыха организма, сегодня ночью вы обязательно заснете. Но то, что вы увидите, а главное, почему вы это увидите, так и останется тайной еще на многие-многие годы. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова